80 тысяч жителей Дагестана в холод остались без света, газа и воды. Почему так произошло и что необходимо сделать, чтобы подобное не повторилось? Этот вопрос обсуждали на заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра региона Абду Муслима Абду Муслимова, где говорили о проблемах в сфере ЖКХ. Сакинат Малаева расскажет, к чему пришли участники диалога. За минувшие двое суток по вопросам аварийных отключений на телефон 112 поступило около 70 тысяч звонков. Негативные последствия ухудшения погодных условий на себе испытали жители 49 населенных пунктов. Слабое давление в газовых сетях привело к увеличению нагрузки и сбоям в электросетевом хозяйстве. В крупных городах Дагестана целые микрорайоны оставались без света, воды и тепла. Каждый из вас делает соответствующий вывод и уверен, что у вас в каждом подразделении имеется тоже соответствующий оперативный штаб. Но я хочу, чтобы вы, вот именно газовики, электрики, вы, пожалуйста, выгоняйте вот этих ваших чиновников с кабинета. Купите им теплые утепленные резиновые сапоги, пускай они ездят по республике, смотрят, что там творится. В районах, где ранее проводилась профилактическая работа, сбоев не наблюдалось. Тем не менее, серьёзно пострадали такие микрорайоны, как Караман-2, пригородные посёлки Махачкалы, Новострой Новолахского района, Буйнахск и Кизелёрд. Информацию о принимаемых мерах по недопущению нарушения энергоснабжения в республике доложил директор филиала «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Максим Долгалёв. На тех объектах электросетевого хозяйства, на которых были в этом и в прошлом году проведены работы, ни одного технологического нарушения сфиксировано не было. Суммарно, по нашим оценкам, мы отремонтировали, модернизировали порядка 10% электросетевого хозяйства республики. Доклад Долгалёва, председатель правительства, подверг жёсткой критике, отметив, что при хорошей работе таких последствий быть не должно. Ничего вы не выполнили. Вот результат вашего выполнения. 80 тысяч населения республики при минусовой температуре без света, без газа, без воды и так далее. Кизилют был практически полностью обесточен. Об этом доложил глава муниципалитета Магомед Магомедов. Подстанция, которая в основном питает город, сильно устарела и требуется её обновление. Эта подстанция уже на эмоции. И вот представьте себе, и больница, и наш город, и район был обесточен. И хотел бы спросить докладчика, вот обещанного в три-четыре раза обещает поменять вот эту подстанцию, делать работу. Ну и по секунду ещё ничего не делал. И когда мы поменяем, это подстанция на ухо. Были отключения и в Махачкале. Без света остались шесть школ и садиков. Однако в этом году аварии устраняли как никогда быстро, заметил исполняющий обязанности мэра дагестанской столицы Резван Газимагомедов. Ситуация непростая, хотя не критическая абсолютно. Ситуация намного ухожая могла быть, если были отрицательные температуры. Но, если так, по честному сказать, мы анализировали эти два дня. И ситуацию на центре, и то, что делает Дагенергосельд, наши сплавные организации, газовики, по оценке даже ЦУРа, Дагенергосельд, Махачкала, Дагенерго, они так, скажем, оперативно ещё никогда не работали. Подытожил обсуждение вопроса заместитель генерального директора компании «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков. Он вышел на связь в режиме ВКС и сообщил, что в Дагестан срочно прибыли ведущие специалисты компании для решения возникших проблем с электроснабжением. Вы хорошо понимаете, лучше, чем я. Возможно, что 25 метров в секунду – это запредельная норма для нашего оборудования. То есть, аномальные условия. Три дня дают сильнейший ветер. На местах наши сотрудники, героические, совместно с сотрудниками МЧС, с властью работают и доводят порядок. Но, понимаем, что это недостаточно. Правильно сказал Манел Львович, мы проведём глубочайший анализ. Также в ходе заседания оперативного штаба обсудили причины перебоев подачи воды из Хушетского водохранилища. Помимо этого, обратили внимание на низкое давление газа главы Дербента, Кайтакского и Дербенского районов. По последнему вопросу, премьер поручил написать заявку в головную газовую организацию об увеличении подачи голубого топлива в республику. Свет Малаева, Эбрагим Магомедов, Паризат Курбанова. Время новостей.